Все, повнимательнее, девчонки. Гребем вперед, вперед. Раз, два, три. Раз, два, три. Поехали! Привет, друзья! Для многих этот регион ассоциируется вот с этим продуктом. Но не сыром единым живет республика. Да и наша программа не о еде, а об активном туризме. В Адыгее мы испытаем самое необычное из всех зимних развлечений. И для этого нам понадобится специальная кипровка – шерстяные носочки. Все, мы на месте, идем! А в какой момент у вас появилась идея зимой залезть в холодную воду и прокатиться на лодочке? Вчера, конкретно. Ох уж эта Адыгея! Мало ей удивлять гостей природными красотами. Республика пошла дальше и придумала моду на самое невероятное из всех зимних развлечений. До этого зимой никто не работал здесь. Но мы поняли, что любимым делом надо зимой заниматься. Поэтому лет, наверное, 15 назад пробовали первые зимние сплавы. Вот, тогда не было еще достойного снаряжения. А сейчас оно позволяет кататься при любой температуре. Ну, где-то до минус 15 комфортно еще, может, пока речка не замерзла. Знатоки уверяют, что зимний рафтинг – это весело, красиво и совсем не холодно. Угу, проверим! Ну, мы оденемся в гидрокостюмы, но промокнет частично тоже. Особенно те, кто будут нырять сегодня, наверное, все будут нырять. Температурный показатель не изменится. Неопреновые костюмы, они как раз и позволяют в мокром виде оставаться теплыми, не замерзать. Не знаю, как мы, но река белая, по которой будем сплавляться, не замерзает даже зимой. Крупнейшая водная артерия Адыгеи берет начало на снежных вершинах горы Фишт и постоянно подпитывается с ледников. А нам пока остается только питать надежды на счастливый исход мероприятия. Два костюмчика каждому. Это костюм нижний, который надевается на нижнее белье, на купальничек. Второй костюмчик у всех будет с рукавом уже, тоже при выдаче наизнанку. Соответственно, мы его получаем, выворачиваем тоже в раздевалочке и надеваем сверху того костюма. Общая толщина двух костюмчиков 8 миллиметров. Кроме двух костюмов дадим носочки. Очень важный момент, вот такие стелечки. Положить ботинок, если у вас свои носки, положить между носками фольгой к себе, к ноге. Это шикарно будет греть ваши ноги, вам будет жарко, даже не холодно. Ваши носочки надеваете на свою ногу, стелечку, наш носочек. И ботинки натягиваете с трудом, будет реально жарко. Будете выкупаться, не будете, все равно промокнете. Раз, два, три, поехали! Ничего специально брать не надо. Главное для старта взять тепленькие носочки, а для финиша шапочку. Все. Даже если ваша пятая точка ни разу не касалась лодки, стать рафтером проще простого. Будь ты хоть девочкой, хоть дедушкой, хоть ребенком от трех лет. Маршруты найдутся для каждого. У нас туризм такой российский, его ничем не остановить. То есть вот иностранцев зимой никогда нет. Летом приезжают, а зимой русские наши туристы из ближайших городов, в основном Ростов-на-Дону, всегда приезжают к нам и отдыхают с удовольствием. Только представьте, зима, мороз, метровые сугробы, и мы в лодке штурмуем горные пороги. Так обычно выглядит зимний рафтинг. Но сегодня со снегом нам не повезло. Зима. А ну еще покачайся. Снег вчера был, сегодня сошел, но еще остатчики имеются. Махать весло мучат сразу, не выходя из лодки. Для того, чтобы все получилось, берем правильное весло вот так за ручку. Приложили на касочку, ладошка на меня смотрит. Все, опустили. Положение рук с веслом менять не будем. Для гребли буду подавать следующие команды. Все вперед. По этой команде тянемся вперед за водой. Верхняя рука в районе головы. Верхняя рука толкает вперед, нижняя тянет. Короткий грибок, забрали воду, подтянули. Грибок сзади и вот так остановили. Вот так остановили, не надо оттуда делать. Вот так сзади и до корпуса, сзади и до корпуса. Ну, вроде ничего страшного. Что мы делаем, если рафт полностью перевернулся? Ножки из тремя у вас выпадут. Сами нащупывайте, если над вами вдруг лодка оказалась, да? Выбираемся из-под перевернутой лодки и держимся за вот эту наружную обвязку. Я ничего. По гребле есть вопросы? По гребле. По гребле вопросов нет. Вопросов нет. Ах да, на нескольких порогах появляются бочки, которые могут привести к перевороту рафтов. Впрочем, об этом вам сообщат уже на борту корабля, когда бежать будет некуда. А как выглядит порог? Порог сейчас увидим через две минуты, все станет понятно. Это страшно. Вперед. Ольга говорит, порог – это страшно. Пока присутствует интрига, ощущение неизвестности. Вот оно впугает больше всего. В начале пути река Белая совсем не страшная. Наоборот, очень даже красивая. По словам местных, 10 лет назад вода в ней действительно была кристально чистая. Но потом в Верховьях случился оползень, и породы окрасили белую в перламутрово-черный цвет. И сейчас эта кипящая лавина мчится прямо на нас. Так, и теперь собрались силами, начинается порог, самый настоящий. Впереди порог. Как он выглядит, сложно передать, но он очень-очень крутой. Все, повнимательнее, девчонки. Гребем вперед, вперед, вперед. Работает Тома, вперед. Гребем, гребем, гребем. Гребем вперед. Работаем. Назад, назад, работаем. Назад, назад, гребем, назад. Отлично, молодцы. Ба! Все шикарно. Ба! Ба! Это мой первый порог! Если хочется большего экстрима и большой воды, приезжайте весной. В это время река превращается в бушующий ураган. Вон то бревно показывает, до какого уровня поднимается река. То есть, когда она уходит вниз, бревна застывают вот в таких вот причинливых положениях. Зато зимой проще новичкам. Уровень воды на 2-3 метра ниже, да и скорость течения в разы меньше весеннего. И есть время посмотреть по сторонам. В местах, где русло реки пробивается сквозь гранитные породы, образуется величественный каньон с глубокими отвесными склонами. Безумная красота. Возумная красота. И сверху такого не увидишь. В местах сужения берега становятся совершенно отвесными. Кто и зачем догадался прыгать с этих скал, история умалчивает. Но теперь это традиция и проверка на мужество. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще, три вместе шагаем. Зачем, да, на это пускало вас. Дима, готовься. Смотри. Раз, два, три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, меня отманули! Мне сказали, будет тепло! А-а-а! Это неправда! Не будет тепло! Там 3 градуса! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое удивительное, что два слоя гидрокостюма действительно греют. Прошло буквально две минуты, и становится тепло. Сам сплав длится около часа. Но для первого раза, поверьте, хватит с головой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, есть! Еще хочу сделать вот так. Доложность. Мало гребли. Вообще, влечи не нагрузили. Хочу еще, но не пускаю. И еще, команда, это круто! Грести вместе, это настолько ярко, что ты понимаешь, что и ты гребешь. И чей товарищ гребет. И не схалтуришь. Хочется схалтурить, а не схалтуришь? Что если надо проверить товарища, или создать команду, все на рафтинг. Вишенка на торте, вытащить лодочку на берег. Вот тогда и наступит полное и бескомпромиссное счастье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гея словно создана для активного туриста. Тут можно найти самые необычные и самые захватывающие впечатления. Зарядиться силами на целый год, чтобы потом вернуться сюда еще. В общем, за активным туризмом! Всем сюда! Субтитры сделал DimaTorzok